Сначала покажу такую короткую презентацию про то, что сейчас в России происходит по теме параметризма за последний год. Вот это статистика с сайта grasshopper.com, то есть это социальная сеть параметристов, и получается, вот по этой карте можно, например, смотреть, в каких странах более популярен параметризм, не grasshopper. Вот, Россия на штатском месте сейчас, она вот в течение года поднималась до 14 места, и вот обгоняла Японию одно время, сейчас опять отстала. Ну, в общем, вот такой вот можно наблюдать за развитием параметризма по этой статистике на этом сайте. Это уже наша статистика. Здесь Уфа большая, потому что мы сами в Уфе, так что, ну а все остальные города можно вот сравнивать. А Уфу не обращайте внимания, что она самая большая. Так, вот что за последний год произошло в России? Ну, сейчас я буду показывать, там все вот, что касается интерьера будет. Екатеринбург сейчас в России самый активный город, наверное. Там потому что Саша Болдырева, она давно там уже, ну, больше двух лет проводит такие вот воркшопы, на которых делают такие штуки. Курсы там проводят, но по другим городам тоже ездят. Вот, так что можно считать, что Екатеринбург это такой один из источников в России. Потом есть Ростов. Там вот в этом году, в августе прошлого года, 12-го года, появились вот такие вот... Кто-то сделал такой вот милый вафель в Гроссопере. Потом, значит, в Киеве все намного круче, чем... Ну, вообще, вот Украине сейчас активнее развивается, чем в России, мне кажется. Особенно последние вот, последние месяцы. В феврале там был, ну, и вообще, это сейчас еще вроде как не закончился, воркшоп в Киевском. Там прямо официально в университете, там большой такой воркшоп. Там они делали вот такие вещи, это типа скамейки что-то, на 3D-принтере пробовали распечатывать. И участники воркшопа вот такие вот варианты интерьера там сделали. Это, похоже, они все для одного какого-то помещения делали. И вот разные варианты. Ну, по технологии производства все одинаковые. Это слои такие из фанеры, может, там, или какого-то другого плоского материала. В общем, вот такие вот аналоги сейчас показываю. И еще я вот на прошлом, ну, на том занятии, когда мы делали башню, я показывал в Казани там, что происходит. Вот сейчас там немножко продвинулось, там мы сейчас почти докончили. Почти доделали, это рендеры новые. И вот сейчас в таком состоянии там, что это, производство. Вот в таком виде. Вот, наверное, в ближайшие дни они уже нормальную фотографию все нам дадут, и мы все опубликуем. В общем, то, что в Киеве, вон, делали, видели там, из таких горизонтальных, ну, или не горизонтальных, в общем, плоских деталей деревянных, такой вариант, можно вот, ну, такую технологию производства вам выбрать, или вот что-то такое гладкое. Тоже реализуемо. И тоже есть что, сделайте такое, можете тоже для себя ответить, что это можно построить. Но, на самом деле, гладкую форму это сделать проще, чем ее на сечении делить. Поэтому сейчас мы будем, сейчас я буду показывать, как делать. Так, ну, сначала вот, что у вас в феврале было, это вот то, что у вас было, вашу не делали. Вот это же из вашего курса макет кто-нибудь сделал тогда? Да, делал. Ну, это, это, а, ну, из вашей группы никто не сделал, да? Ну, вот, мне всего три фотографии прислали. Вот, ну, получается, они все из БАР-1102. Ну, и вот, что у нас сейчас массовый эффект происходит в университете. Ну, вот, вспомните, что там, например, в Киеве. Вот, картинки сравните. Так что, может, может, это вас так вот мотивирует, что есть такая конкуренция между городами, кто будет первым. Какой город станет источником. Вот это, хотим, просто сейчас покажем. Когда у вас закончится сплошняк, ну, проведем воркшоп, наверное. Где будем из дисков, у нас вот 5 кило дисков таких. Из них вот, сплетая их леской, повесим что-то в атриуме между лестницами. Так что, ну, это воркшоп будет не как пара, а как просто кто хочет что-то придет, и вот будете нам помогать. Ну, и вообще-то, там думаем как-нибудь, что вы в проектировании тоже участвовали, в поиске формы. В общем, мы-то еще подумаем, как сделать, но это будет после сплошняка. Ну, вот в таком состоянии сейчас в России находится параметризм, и от того, что вы сейчас сделаете на вот этот ваш, чтобы дать курсовую по информатике, зависит от того, ну, от этого зависит, на каком месте будет УФА. То есть, а то от вас сейчас зависит дальше вот эта вот история. Ладно, все, картинки показал. Так, сейчас я буду быстро объяснять, вы повторять, наверное, не сможете. Вот я там пустил передам жесткий диск, он сейчас где, там есть папка BR1102. Да, вот то, что мы, то, что на прошлом. Ну, вот передавайте просто дальше всем. БР1102. Открывать ничего не надо, просто себе пока скачайте. Это просто то, что в итоге у нас получится. А я сейчас буду показывать быстро, скорее всего, повторять не будете успевать. Так что, лучше, ну, просто вникайте и запоминайте, чем пытаться повторять. Потому что, если пытаться повторять будете, то, ну, будете отставать. Так. Ну, ладно, у всех вот это открыто. Может, там просто, я вот показываю, типа, вот такой, ну, вот так называется, вы можете просто смотреть там, находить его, чтобы все прямо восстанавливать, это, наверное, не стоит. Самый простой способ создать гладкую поверхность, это лофт. это такой способ, он во всех программах, в общем-то, ну, и в 3D Max тоже так можно сделать. Просто создаются несколько кривых. Ну, чтобы кривые, я на прошлой паре показывал, как кривые рисовать. Это либо будет кнопка, либо команда, что-то, что-то, int, int, int curve, начинаете int вводить, у нас сразу уже эта команда появляется. Вот, ну, чтобы скопировать, ставить, это понятно, ctrl-c, ctrl-v. Вот, создадим 3 кривые, одну выше поднимем, и, чтобы кривые воспринять туда, я тоже на прошлой паре показывал, вот этот нот, его размещаем, потом правую кнопку set multiple curves, выбираем их по очереди, и вот, восприняли, и теперь во вкладке поверхность есть простейшая поверхность, loft. Просто ее берем и соединяем. Вот, это, вот один definition из двух нотов, это самый простой способ создать поверхность. Дальше теперь вспомним, тоже я, я показывал на прошлой паре, как настраивать это выражение. Сейчас он показывает красным, и прозрачным. Вот сюда нажимаем, это, чтобы изменить отображение. Здесь делаем вот таким, почти белым, вот это вот, альфа, это изменяется прозрачность. Сделаем непрозрачным. Вот, и еще сейчас можно вот обратить внимание, что она граненая. Видите, вот грани такие, то есть она не гладкая. А математически она гладкая, она только отображается вне гладкой. Что будем исправить? Вот здесь вот кнопка сейчас стоит по умолчанию низкой качества. Можно поставить высокое. И будет гладко. Теперь таких вот кощаков не появляется. Ну вот, простейшая, обычная поверхность. Смотрим на выход, пишет тип данных необрезанной поверхности. антримент серфейс. Ну, по названию понятно, что значит бывает еще и обрезанная, но про обрезанные поверхности позже расскажу. У простой необрезанной поверхности четыре угла. То есть вы можете представить это как резиновый прямоугольный лист, который можно как-то растягивать, изгибать там. Можно вот выбираете кривую, F10 жмете и двигаете точки. Ну, в общем, это такая растягивающаяся как будто резина. Вот. Но она, у нее несколько вариантов, какой она формы может быть. Она может быть четырьмя углами, а может быть замкнутая. То есть резиновую вот эту поверхность ее можно взять и вот так вот завернуть по кругу. Тогда она уже будет без углов. Для этого в ноде лофт есть такой вход в настройки лофта. Сюда правой кнопкой и вот можно сделать замкнутую клость лофт. Делаем. И теперь, видите, поверхность в виде трубы уже. Она уже не с четырьмя углами, а в виде такого шланга. Вот. И такой вот способ создать замкнутую поверхность. Есть еще другой способ. У нас здесь были кривые простые сначала на концом. Можно кривую сделать замкнутую. например, вот так. Одну поставили, потом скопировали, вторую поставили. Ой. Ну и третий, пускай посередине будет чуть поменьше. Чтобы масштабировать правильно, команда скил. Вообще, вот эта логика командной строки, если к ней привыкнуть, она намного быстрее, чем способ взаимодействия с программой и через кнопки. Потому что если вот если смотреть, запоминать, где какую кнопку надо нажать, если не будет этой кнопки здесь, вот эту панельку например, сейчас не будет, и что вы будете делать, нету нигде кривой. Ну ладно, можно вот здесь кривое найти два раза, три раза нажать тоже. А вот команда, во-первых, можно, если даже не знаешь, какой именно инструмент что-то делает, можно все равно его использовать. Например, я хочу шарик сейчас нарисовать. Согну сферу, ладно, по-английски сферу начну вводить. Там он сразу предлагает сферу. Вот, и можно рисовать шарик. Или там ну хочу коробочку нарисовать, как бокс. Вот он сразу предлагает бокс. Можно коробочку нарисовать. В общем, я рекомендую привыкнуть работать с командной строкой. Потому что так, во-первых, места ничего не занимает. Всякие панельки, они места занимают. Вот, название здесь сферы можно в командной строке найти. То же самое в Гроскопере. Ну, все ноды, которые выполняют ту же задачу в Гроскопере, они называются так же, как в Райана команда. Здесь можно в Гроскопере сфера то же самое. Вот он предлагает уже опять нод сфера. И у него тут уже на входе значит центр и радиус. В общем, вы можете вот не вспоминать вот так, видя, что надо сюда нажать, потом сюда нажать, потом сюда нажать, а вот именно название запомнить, и по названию потом уже можно найти. Ладно, дальше, значит, вот это у нас строится та поверхность. Ее, значит, сделаем сейчас не замкнутой. И сейчас по этим кривым тоже поверхность построим. Для этого просто это возьмем, скопируем. Вот у нас второй вариант. И сюда уже вот этот нод затадим вот эти кривые. Раз, три. Вот теперь строится так. Теперь эта поверхность, она замкнутая изначально, потому что кривые, по которым она строится, они замкнутые. Но, однако, у нее в настройках сейчас не стоит галочки на замкнутом. Если сейчас галочку поставить, она станет дважды замкнутая. Вот третий вариант, как может искривиться вот этот резиновый прямоугольная поверхность, она может один раз соединиться другим концом, потом вот этот шланг может еще вывернуться и второй раз соединиться и получится уже не только без углов, но еще и без граней поверхности в виде в виде тора, похожего на тор или на буллик. В общем, замкнутые, не замкнутые, то есть и поняли. Есть еще важное свойство поверхности, это открытость и закрытость. Это немного другое, вот сейчас я сделаю ее опять не замкнутой. Вот. Сейчас поверхность вот эта замкнутая, но открытая. Открытая, значит, у нее нету внутреннего объема. Значит, у нее нельзя посчитать объем. Вот если подключим, будет он желтый. а если ее сделать в виде тора, в виде буллика, она вот уже площадь, ой, не площадь, поверхность, а объем. Объем уже может посчитать, потому что у нее теперь закрытая. она дважды замкнутая, да еще закрытая. Сфера, например, это поверхность, которая ну, она как бы один раз замкнутая считается, но она при этом тоже закрытая. В общем, про замкнутость и закрытость объясню. Так, теперь теперь объясню про составные поверхности. Вот это были простые поверхности, они могут быть замкнуты, не замкнуты, открытыми, закрытыми. Есть еще составные поверхности. Вот, например, вот эту нашу открытую поверхность можно сейчас закрыть по-другому. Вот такой нот есть, cap holes, закрыть дыльки. Подключаем, подключаем, и вот она теперь закрыта стала. Это можно скрыть. Вот. И здесь уже опять можно объем посчитать, потому что она закрытая. Но обратите внимание, здесь уже тип данных пишет closed prep. То есть здесь было surface, поверхность, а здесь brep. Brep это расшифровывается как boundary representation, ну или граничное представление. Но по-русски будет проще, понятнее называть составная поверхность. В общем, brep это такая поверхность, которая состоит из нескольких простых. Она может состоять из необрезанных поверхностей и из обрезанных поверхностей. в данном случае вот эта наша форма, если посмотреть из чего она состоит, вот этот вот нот brep компонент, он как бы разбивает составную поверхность на простые. Мы смотрим на выходе, вот он пишет список, значит, три пункта в списке. Обрезанные, обрезанные и одна необрезанная. Так, необрезанная поверхность это которая боковая, а две обрезанные поверхности это верхняя и нижняя. Вот этот нот cap holes он нам построил обрезанные поверхности, потому что необрезанная может быть с четырьмя углами, а вот произвольные произвольные контура поверхности она уже будет обрезанная. Ну вот про про составную поняли, да? Что такое составная поверхность? Вот сейчас еще такая особенность работы вот этого вот cap holes если взять, вот выбираю кривую F10 подниму одну точку и видите он уже не может закрыть, потому что эта кривая она перестала быть плоской. Она может только плоские концы замыкать. если здесь удалить одну точку и останется только три, тогда он в любом случае сможет закрывать даже если поднять, ну потому кривая кривая из трех точек она всегда плоская. Ладно, возвращаем. так, вот таким простым способом с двумя всего нодами можно сделать так-то много какие формы вот сейчас я например это только начало пары зонов получается просписание например вот сделаю вот так кривую сделаю попробую диван сделать с помощью такой поверхности одну кривую ставлю копирую сюда ставлю потом эти две копирую поднимаю и вот эту еще копирую вот чуть вперед вот пока если непонятно что я хочу сделать могу так это значит копирую ставлю это будет третья форма выбираю много кривых и в таком порядке enter нажимаю вот так строится поняли почему я именно в таком порядке выбрал почему я их так расположил вот так-то таким вот способом можно много чего сделать но при этом из того что очень простой definition всего из двух нодов с другой стороны из-за этого довольно сложно редактировать модель саму для того чтобы ее редактировать нужно F10 нажимать чтобы показать точки и передвигать все точки нужно для этого то есть если из этого дивана хочу сделать например угловой то довольно много надо операции совершить и будет много косяков возникать вот таких вот будет много таких перекручиваний некрасивых в общем это все из-за того что много зависит от от ручного от ручного изменения расположения точек то есть этот способ он по сути не параметрический это просто как мы лепим скульптуру получается то есть он не генеративный то есть здесь компьютер особо ничего не делает поэтому сейчас покажу пример как сделать параметрическую модель который будет меньше зависит от ручного редактирования данных как вот можно еще по-другому диван сделать можно сделать линию которая будет образующей дивана например вот такую и сделать линию которое будет кон этим сечением дивана я нарисую вот здесь в начале координат так опять выбираю кривую и вот такой вот рисую это спинка значит сидение и вниз уходит вот контур дивана и вот по этому контуру этот контур по этому контуру можно сейчас создать поверхность которая будет идти вдоль этой образующей или вот это называют образующей ну в общем термина конечно может я термина ошибаюсь ну ладно теперь значит вот этот нод два раза копируем сюда задаем эту направляющую направляющую пускай будет а это будет образующая да вот одна кривая вот вторая значит по этой кривой сейчас нужно создать с помощью вот этого нода первых фреймс много перпендикулярных плоскости сейчас они очень большие эти плоскости пока отображаются очень крупными это можно настроить вот здесь можно здесь сделать 8 например то есть вот это то что я сейчас сделаю это изменяет отображаемый размер плоскости если сделаю там 15 он будет крупнее вот это он создал сейчас плоскости и теперь вот эту кривую которая у нас образующая ее можно переместить на каждую из этих плоскостей для этого делаем нодом который я уже показывал когда мы делали башню значит здесь геометрия которую нужно переместить здесь изначальная плоскость из которой мы берем эту геометрию она здесь по умолчанию стоит как плоскость мира world x y ее оставляем такой а вот это сейчас объясню еще вот даже если не будет в центре координат все равно все равно переместить просто косячно ладно если а b плоскость b это целевая плоскость на которую мы хотим переместить эту кривую это вот они эти плоскости и выключаем сюда так ну видите получилось только верх ногами но это пока не важно чтобы не было верх ногами можно отразить вкладке curve not flip называется он переворачивает кривую делает начало концом а конец началом такая вот заплатка будет так и по этим кривым теперь можно построить лофт будет такая поверхность но сейчас вот то что Леша сказал почему я нарисовал в начале координат вот эту кривую как бы сечение кресла потому что вот эта точка которая начала координат оно эта точка в этой точке оказывается так как же это объяснить в общем вот эти сечения они этой точкой насаживаются на эту кривую если я перемещу сейчас это сечение например вот так сюда у нее видите начало координат теперь вот здесь между этими линиями то теперь вон как они располагаются относительно вот этой вот направляющей если я нарисовал где-нибудь вообще в произвольном месте она бы вон что делала так что поэтому я нарисовал вот в начале координаты эту линию это понятно да про про вот эти косяки ладно построилась у нас такая штока но это это уже модель более параметрическая потому что здесь мы для того чтобы сделать из углового дивана обычный можем вот только эти точки двигать когда в этом случае нам для такой же операции надо было намного больше передвинуть точек и еще много косяков возникало но вот само по себе вот это выдавливание профиля вдоль кривой это так-то это есть и в 3d max и в других программах тоже так же само по себе это еще не очень параметризм вот так что сейчас изменим усовершенствуем этот алгоритм так как мы делали башню вот то что у нас получилось это ведь очень похоже на то что у нас было с башней только там эти кривые они были вдоль вертикальной прямой а здесь они вдоль кривой и можно их также по графику изменять как мы делали с башней сейчас вот я буду делать то же самое что мы делали на прошлой паре так вот график все сразу можно без е задать потом мы там делали серию чисел количество чисел было такое сколько у нас здесь этих кривых чтобы узнать сколько есть кривых у нас есть длина списка длину списка берем подрубаем сюда а вот длина шага должна быть такой чтобы в итоге числа были от нуля до единицы они сейчас от нуля до десяти чтобы были от нуля до единицы нужно количество всех чисел как бы перевернуть то есть единицу поделить на это число для этого есть x минус первой такой вот минус первой степени подключаем сюда сюда теперь у нас получается числа от нуля до единицы их сюда подключаем и вот по этому графику это будет скейлинг фактор будет это будет величина которую нужно уменьшить или увеличить каждую из этих из этих сечений для того чтобы увеличить или уменьшить то в ходе transform есть вот нод scale вот опять scale здесь помните я вот масштабировал кривую была команда scale здесь тоже самое но точно так же называется можно тоже начать вводить scale он сразу покажет так что командами удобно работать скейлинг фактор у нас вот потом геометрия которую нужно масштабировать это вот центр по которому нужно масштабировать это вот эти наши плоскости центре этих плоскостей так вот это надо скрыть теперь это у нас показано и по нему теперь строим лов его показываем сейчас она красная из-за того что здесь на 0 делится в 0 уходит если будет не 0 она сразу не будет красным с графиком это помните то же самое что с башней только теперь это теперь это не башня вот можно здесь делать другой тип графика например синус синусоидом можно сделать и можно вот так перемещать будет такая вот штука получается волнистый такой получится ион есть количество сечений сейчас небольшое по умолчанию стоять 10 можно сделать больше например 50 тогда будет форма более соответствовать этому графику графику то есть можно вот такую частую синусоиду сделать будет такая частая волнистая можно там тип графика перлин перлин это просто обычный шумный график то есть хаотичный такой вот будет такая вот помятая скамейка это уже конечно вообще не скамейка да это уже что-то другое ну вот с разными типами графиков сами экспериментируйте вот здесь они меняются пусть пока будет синусоида ладно это сделали так теперь вот это рендерить так-то уже можно но вот выделить сейчас эту поверхность нельзя чтобы ее рендерить ее нужно сначала превратить в обычную трехмерную модель сейчас эта модель параметрическая мы меняем параметры и модель перестраивается параметрическая модель ее нельзя вручную перетащить куда-то нельзя вручную отредактировать но зато можно изменить параметры вот но параметрическая модель ее еще и нельзя рендерить нельзя экспортировать в другую программу то что вам в итоге получится надо Чтобы все это можно было делать, нужно ее превратить в обычную модель. Для этого берем нот, который у нас строит то, что мы хотим отрендерить или экспортировать. На его тело правой кнопкой и bake. Вот этот вот значок яичницы, значит, приготовить. В общем, она превращается геометрию в обычную. Видите, она теперь появилась в районе, отображается она теперь в районе. Ее можно выделить, ее можно перетащить. Теперь ее можно будет и экспортировать, и рендерить, но она уже не изменяется при изменении параметров. Видите? То есть параметрическая модель изменяется, а то, что мы приготовили, оно как бы уже, это как снимок. Мы его сняли и все. Чтобы, если мы изменяем параметрическую модель, чтобы опять то, что измененное, чтобы взять, нужно опять нажать bake. И вот, и будет уже другая она. Так что, приготовить надо уже в самом конце, когда вы уже нашли форму, мы сделали так, как вам нравится, и уже хотите куда-то его экспортировать или рендерить. Так вот, она показывается сейчас каркасом, потому что у меня в районе настроено отображение в айфрейм каркасной. Если здесь делать шейдов, она будет в районе отображаться вот так. То есть, то, что вот здесь мы видим, это не районы нам показывает, это нам покажет гороскопер. В гороскопере свои настройки отображения. А в районе свои. То, что мы приготовили, это уже подчиняется настройкам отображения района. Для того, чтобы... Ну, сейчас я пока вот показал, как приготовить, сделать bake, но сейчас пока не буду показывать, как открыть в другой программе, потому что еще надо чуть-чуть доделать эту модель. Вот здесь вот сейчас что-то плохо, то, что она такая вот тонкая и пустая внутри, это нереалистично. Надо вот здесь вот закрыть. Так, закрыть дырки у нас был нот, но он сейчас не будет работать. Потому что у нас здесь... Ну, не может так закрыть. Потому что у нас не замкнутая поверхность. Чтобы она была замкнутая, надо сделать кривую замкнутой, например. Вот кривая... Вот эта кривая, надо сделать ее замкнутой. Можно ее с самого начала нарисовать замкнутой, или ее сейчас отредактировать, вот их 10, и взять и вот так вот замкнуть. Например. Теперь она нормально построилась, видите, и закрылась. Но она все-таки должна на полу-то лежать плоскостью. Для этого надо не из одной кривой это делать, а надо, чтобы вот здесь была все-таки прямая. Как это сделать? Сейчас вот сделаем это в Гроссопере, а не в Райна. Так, вот здесь, значит, строится кривая. А, нам нет кривой. Нам надо вот эту кривую, вот эту кривую надо замкнуть. Как вот алгоритм сначала на словах объяснить? Нужно, значит, взять конец, конец этой кривой, взять начало этой кривой, соединить эти две точки отрезком, и этот отрезок объединить с самой этой кривой. Ну вот так и сделаем. Конец начала берем вот так. Есть End Points, такой нод. Вот у него Start и End. Потом берем отрезок, так соединяем. Вот получается отрезок, который соединяет начало и конец к кривой. Теперь этот отрезок объединяем с самой этой кривой с помощью нода Join Curves. Его сюда подрубаем, и сюда, и с Shift. Ну и дальше уже вместо самой этой кривой уже вот эту объединенную кривую подрубаем. И дальше все работает нормально. Видите, он замкнулось и построилось. Вот это замыкание мы поняли, да? Операцию. Ладно. Ну и теперь можно уже показать, как открыть, например, в SketchUp. Вообще, вы, наверное, свои модели, которые делали в езде в SketchUp, все-таки сначала импортируете сюда, в Райна. Для того, чтобы прямо в них делать какой-то меглик, так ведь? Ну, какой-то интерьер делать, чтобы прямо в самих помещениях. Вот. Ну, сейчас я просто покажу пример, как можно экспортировать. Ладно. Бэк сделал. Можно как-нибудь назвать этот объект. Че? Ладно. Ну, это у нас получилось диван. Пускай будет посередине столик желательно. Это, конечно, все выглядит неинтересно. Вы делаете интересно, потому что у вас будет много времени на то, чтобы подергать вот так точки, искать форму. А сейчас я показываю принцип. Так. Столик у нас, значит, вот был. Его делаем, бэк. Окей. диван у нас вот. И его делаем бэк. Потом выделяем эти две геометрии. И есть вот файл экспорт selected. Это выбрать, ну, это экспортировать выбранное. То, что сейчас выделено, то экспортируется. Нажимаем. Здесь вот можно выбрать формат, который экспортировать. Если вам надо экспортировать в 3D Max, то нужен такой формат, который может открыть 3D Max. Это 3DS, TLG или FBX. Ну, тоже такой формат, ну, типа 3DS, тоже формат для экспорта в 3D Max. Ну, а что в скетчах, нужно формат SKP. Вот есть формат SKP. Сейчас на примере скетчапа покажу. Вот на рабочий стол сохраняю в скетчапском формате. Здесь они что-то спрашивают, жмем ОК. Потом открываем, вот он появился на рабочем столе, его открываем в скетчапе сейчас. Вот он, в скетчапе. то есть его сейчас, ну, я сейчас скетчап не знаю, так что там что-то с ним можно делать. Ну, редактировать, вряд ли, но вот там объединяясь с другими, там, редактировать нормально его уже не получится, неудобно, потому что скетчап для этого не предназначен, для таких кривых поверхностей. Ну, в общем, поняли, да? как в 3D Max открывать сами, наверное, разберетесь? Здесь все в 3D Max не работает, да? Ладно. А, еще один момент, чтобы отменить какое-то действие в Гросскопере, нужно нажать Ctrl Z, когда у вас выделено окно Гросскопера. Вот сейчас нажимаю, он отменяет действие. Но действие Back, оно считается действием в Райна. То есть, чтобы отменить Back, нужно нажать Ctrl Z, когда у вас выделено окошко Райна. Видите? Оно, хотя и вызывается из Гросскопера, но это как бы действует в Райна. Вот такой момент тоже надо запомнить. Так, теперь что сделать? Можно сделать, сейчас я покажу такую суть этих плавных поверхностей, ради чего они вообще изначально были сделаны. Но изначально Райна использовалась для проектирования самолетов, катеров, автомобилей, и вот именно для этого и создавалась такая система работы с гладкими поверхностями, которая не состоит из полигонов. В SketchUp там все из полигонов состоит. Даже то, что сейчас мы SketchUp открыли, оно было из полигонов. То есть, когда импортируют другие программы, это наша гладкая геометрия, она разбивается на треугольнике. Но они могут быть мелкие, поэтому внешне это выглядит нормально, но вот в самом Райна оно не из треугольников, оно просто гладкое. И вот это есть фишка Райна, и это делалось ради того, чтобы проектировать какие-то обтекаемые вещи. И для чего это надо? Вот сейчас я покажу главный смысл этого. это не для того, чтобы выглядело гладко, чтобы выглядело это уже просто бонус. Главное, что у такой поверхности можно на ее поверхности можно в любом месте создать точку, касательную плоскость и нормально. Вот это главное. Вот сейчас так, есть во вкладке поверхности в свитке аналитика вот такой вот нот evaluate surface. У него на входе поверхность и еще на входе координаты точки. Он создает точку на поверхности. Чтобы создать координаты точки, удобно вот такой вот нот использовать. Духмерный слайдер. Это слайдер, у которого два измерения. У него на выходе точка с двумя координатами. Подрубаем сюда и видим, что происходит. Когда мы двигаем этот слайдер, у нас точка создается на поверхности и она перемещается, когда мы изменяем координаты. Но сейчас она только в уголке перемещается, потому что у нас двухмерный слайдер от 0 до 1. Если здесь на входе, куда заходит поверхность, сделать правую кнопку Reparameter Rise, он у нас будет вон как делать. То есть 0 это один угол, 1,1 это другой угол, ну и так далее. Понятно, да? То есть он в любой точке может вот такую касательную поверхность построить. Здесь на выходе есть вектор нормаль в любой точке. И это нужно было изначально для чего? Для того, чтобы такие гладкие поверхности, как у катеров и автомобилей, чтобы их могли производить манипуляторы. Роботы, которые там, допустим, шлифуют автомобильную деталь, они должны знать в любой точке пространство, ну, как повернуть свою руку, чтобы там что-то с ним делать. Вот для этого это изначально и было однозначно. Вот, но нам сейчас вот какие от этого могут быть фишки, которые можно использовать. Например, можно на поверхности создать много точек, создать сетку из точек. Сетку. вот из divide surface node вот он создает на входе здесь поверхность, а здесь просто количество 10 на 10. Вот он создал 100 точек на поверхности. Как честно, нам это можно использовать, можно сделать такой потолок из светильников. Сейчас вот так. Так. Это 10, чтобы можно было редактировать. растянем сейчас на весь потолок его. Ну, ладно. В общем, такие вот получились точки. И в каждой точке можно например сделать светильник. Нам надо же его отрендовать, поэтому он должен быть не просто точкой, а шариком, например. Сейчас сначала подергаю точки. шарики. Ну вот, теперь на выходе точки есть. И эти точки, в каждой из этих точек построим шарик в сферу. Вот получились шарики. Ну, теперь если просто отрендерить шарики в воздухе, это будет тоже опять неестественно. надо, чтобы они на чем-то висели, поэтому сделаем так. Надо какую-то высоту потолка, чтобы до этой высоты строились отрезки из каждого шарика. Это типа провода или цепи, на которых эти светильники висят. Так, нарисую точку команды вот я point начинаю вводить. Вот точка одна точка. Ее поднимаю на такую высоту, на которой у нас будет потолок. Пускай на такой высоте будет потолок. Так, ее потом нужно сюда воспринять у Гросупер, потому что воспринять точку, вот этот нот. Set one point, эта точка. Так, теперь в этой точке построю плоскость. Не путайте плоскость с поверхностью, плоскость она бесконечная и делит пространство на две части, а поверхность она ограничена, да, и поверхность главное она кривая, а плоскость может плоской быть. Поверхность тоже может быть плоской, но ограничена. Так, построили, значит, горизонтальную плоскость, это плоскость потолка. И теперь все вот эти точки спроецируем на потолок, чтобы спроецировать на плоскость вот такой нот project, project, project. геометрию, которую нужно проецировать и плоскость. Плоскость вот, геометрию вот. Так, теперь все эти точки спроецировались на потолок. Теперь соединяем отрезком эти точки. вот, это можно скрыть. Ctrl-Q скрывать горячие клавиши. Вот у нас есть шарики и отрезки. Но отрезки это все еще не подходит, потому что толщину какой-то должен иметь этот проводок. Просто отрезок отрендерить не будет нормально. Поэтому еще по этим отрезкам построим трубки. Вот инструмент pipe. Они сейчас толстые, поэтому у них радиус сделаем маленький. вот, например, так. И сейчас вот еще одна особенность. Ну, вот сделали, значит, на выходе у нас получаются шарики и вот эти вот цилиндрики. Ладно, это вот у нас потолок. Ну, поняли, такие точечные светильники, их много-много, они висят каждый на таком проводке. по-моему, надо получше, конечно, все это. Хотя у меня здесь все непропорционально, не по размерам, так что там вы уже будете строить по размерам. ну, ладно, вот для того, чтобы бейкать большое количество объектов, нужно их лучше называть. Вот, когда бейк делаем, он нам предлагает название дать. Так, это у нас что было? Шарики были. На этом называем что? А вот 3ds группы не сохраняются. Вам же в 3ds объясняли, как можно по списку, по названию выбирать объекты. Вот, это для этого нужно. Называем сферы, ну, или просто как-нибудь, и они, когда создаются, они все будут называться сфера 0.1, сфера 0.2 и так далее. А вот эти под обойком называем трубка. И они тоже называются там трубку 0.1, 0.2. И вот 3ds теперь будет уже удобно по этому списку выбрать все трубки. Вот, если все это сейчас экспортировать в 3ds и потом открыть в 3ds, там вот эти названия сохранятся, и по этим названиям будет удобно назначать материалы. Например, этим шариком светящийся материал задать можно будет. с названиями поняли, для чего эти названия. Так, что мы сделали? Значит, потолок сделали, это вот у нас столик, это у нас кривой диван, его берем, это у нас нормальный диван. Чуть же тут не хватает. Телека не хватает, но его и перечность ставите. Это полки можно сделать, например. Это я все сейчас, конечно, показываю, так что оно выглядит очень по-разному, все не одинаково и не похоже, поэтому вместе оно как бы в общем-то и не композиция. Это я так делаю, потому что мне надо показать вам как можно больше разных вариантов, как можно делать. А вот то, что я показывал в аналогах, то, что там в Киеве делали, то, что мы в Казани делали, там же там нет такого, что разные ну как или хотя бы стараются обычно, чтобы было все более-менее одинаковое. Так что вот я сейчас сделаю еще полки книжные и потом покажу, как можно сделать все в одном стиле, чтобы было более-менее одинаково. Так, ну чтобы сделать полки, значит, пусть вот эта вот красная ось Х, пусть это у нас будет стена. И поэтому делаем шкаф, рисуем примерно примыкающим к стене. Вот такой пускай будет. Ой. Копирую, вставляю, выше поднимаю. Ну вот, пока они пускай будут одинаковые. Сейчас, значит, вот эту простейшую часть алгоритма я опять копирую, даже вот эту. А, тот диван даже сейчас удалю вообще, он некрасивый. Вот, и сюда сейчас присваиваю вот эти кривые. Ай, промазал. вот построилась такая штука. Ну, она еще, во-первых, ее тоже охот сначала сделать замкнутой, да, так же, как и все, так же, как и диван. для того, чтобы сделать замкнутой, мы в случае с диваном использовали вот такой вот участок кода. Видите, вот эти раз, два, три, четыре нода, это по сути алгоритм, который превращает не замкнутую линию, вот такую, в замкнутую. и этот же участок алгоритма можно использовать и в этом случае тоже. То есть, его можно скопировать, вставить, так, что случилось? Ну, короче, вот, перетаскиваю, жму Alt, он перетаскивает копию. Можно скопировать, ставить и пропустить здесь кривые через него. То есть, вот так раз и сюда так. И видите, он теперь тоже замкнулся. И вот в этом такой большой вот плюс вообще параметрического проектирования, то, что можно брать участок своего кода из другого проекта и вставить его в другой проект. То есть, если вы какие-то приемы использовали в одном случае, так, это я ничего не знаю, если вы в одном случае какие-то приемы использовали, можно вот все это брать и кусками компоновать в другой случай. Ну, ладно, замкнули, значит, дальше что делать? Дальше это пока у нас просто как форма, но это же не шкаф, надо, чтобы шкафа, ну, вот я сделаю просто горизонтальные полки. Так, ну, сначала еще можно чуть-чуть его подергать, чтобы он был не такой. Так, сейчас вот эту форму я хочу порезать на горизонтальные полки такие. Это вообще похоже на то, что мы делали с башней, будет то же самое, просто другие входные данные у нас теперь. Что мы делали для того, чтобы создать горизонтальные эти слои у башни? Мы создавали вертикальную линию и на этой вертикальной линии создавали точки. по этим точкам строили плоскости и сейчас у нас там у нас эта вертикальная линия была с самого начала, а здесь у нас нет этой линии. Поэтому надо ее сначала построить. Как построить вертикальную линию, которая будет высотой с этой формы? Для этого можно сначала нужно эту форму заключить в такую коробочку. Вот есть нод bounding box. Он строит вокруг любой геометрии коробку, в которой эта геометрия полностью заключена. Боунинг box понятно, для чего она. Нам она нужна только для того, чтобы взять у этой коробочки точки box corners. вот этот нод нам показывает 8 точек. И теперь вот эти вот ABCD и FGH это как мы по геометрию в школе так обозначали. То есть нижний прямоугольник это ABCD, а верхний это EFGH. Значит вертикальная линия это например из точки А в точку Е. Вот так и сделаем. Берем отрезок снижаем А и Е. вот у нас получилась вертикальная линия которая по высоте равна нашей форме. Теперь эту линию а дальше уже делаем так же как мы делали с башней. Эту линию значит делим на нет так не надо потому здесь лучше толщину слоя задавать делим опять вот как мы сделали с башней divide length используем но у него значит здесь задаем высоту полки что ли но у меня здесь все не в аштай поэтому без разницы сколько там пускай вот так будет нет надо много нет сделаю как я все в масштабе так здесь сейчас в миллиметрах получается здесь сейчас все в миллиметрах поэтому я просто все выделяю и делаю вот это вот ориентироваться можно по спинке дивана выделяю команду scale беру первую точку начала координат вторую точку пускай вот высота спинки ну и чтобы было в масштабе высота спинки где-то метр пускай будет и перемещаю так чтобы получилось 1000 вот здесь внизу показывается насколько я переместил перемещаю так чтобы получилось 1000 чуть-чуть потормозит сейчас и построит все теперь все более-менее в масштабе и поэтому здесь уже размеры можно создавать миллиметрах например 300 миллиметров будет высота полки вот он создает точки через каждые 300 не лучше 200 так потом в каждой этой точке создаем горизонтальную плоскость вот она такая эти плоскости сейчас не видно потому что мы все в масштабе сильно увеличили а у нас в настройках стоит упражнение плоскости очень маленькое сделаем 150 вот теперь плоскости показываются так и этими плоскостями теперь режем форму во вкладке интерсект все ноды для разрезания вырезания вычитания там все такое вот есть нод который режет плоскостью вот когда хотим что-то вырезать или еще надо смотреть какой у нас тип данных мы хотим резать плоскостью поверхность но тут вот например если бы мы хотели резать поверхностью поверхность был бы вот этот нод или если бы хотели пересечь линии поверхность был бы вот этот нод у нас вот надо по типам данных смотреть и выбирать какую ноту использовать так вообще нарезалась это вырубить вот у нас получились так это тоже можно вырубить кто что не мешалось у нас получились контуры полок сейчас по этим полкам можно построить поверхности тоже все вырублю вот планер серфис строит поверхность по контуру построилась ну и последний штрих надо им толщину задать для этого not extrude он точно так же как с кетчапе работает тут надо он просит на второй вход вектор в какую сторону ему выдавливать нам нужно выдавливать вверх поэтому выбираем вектор z его подрубим у него сейчас ничего не видно потому что он выдавил на 1 миллиметр всего вверх того что у вектора z по умолчанию длина единица поэтому сюда надо на вход вектор z надо какое-то число ввести 20 миллиметров ну вот толщина полки 20 миллиметров расстояние между полками 200 миллиметров получилось полка ну допустим каждый полка прикреплена к стене поэтому там нету никакой еще задней стенки еще от чего ладно но теперь у нас все разные а кстати вот еще чуть-чуть случилось я все увеличил во много раз теперь у меня шарики и эти цилиндры пропали потому что у них было задано ну как размеры заданы вот у них было задано 0 141 а раз у нас сейчас в миллиметрах все стало то надо здесь толщину задать на 5 миллиметров например 5 вот и уже цилиндры нормально строится у шариков тоже надо радиус задать 50 миллиметров например теперь и шарики тоже нормально лучше конечно сразу масштабе делать так и сейчас вот все у нас разное ладно с потолком потолок у всех и он отдельно но вот то что шкаф этот ну и полки вот эти и стол с диваном очень по-разному сделаны это из-за этого получается некрасиво но они как они сопоставляются не связанные системы короче поэтому сейчас вот я сейчас делаем чтобы диван со столиком тоже были из горизонтальных сечений также как и пол вот как смотрели у киевских студентов видит а вот разные функции если столики и сидений все они вот по одному принципу построены из-за этого все выглядит целостно вот видите все из из одной из одной его по одной технологии выглядит похоже или например вот это казани вот здесь идет полка там для обуви полка для вещей и потом эти полки они переходят в сиденья то есть всего сиденья и полки сделаны по одной и по одной технологии и похоже выглядит когда он все по-разному как здесь у нас хуже поэтому сейчас вот сделаем диван со столиком также как и полки из горизонтальных сечений и опять мы уже сделали алгоритм чем завис мы ведь уже сделали алгоритм который разделяет поверхность на горизонтальной полке значит его также этот кусок алгоритма вот он значит его также можно применить и для дивана со столиком ведь они ведь тоже поверхности а если их тоже можно разъединить на полке с помощью этого кода и вот мы опять сейчас получается используем уже свое уже однажды использованное решение и начала вот такие участки кода которые можно вы которые можно использовать из проекта в проект лучше их вот так группировать и нормально оформлять группировать это контролг когда группируем создается такая вот рамка значит ее можно подписать так напишу там так напишу там из капса делить форму на слои вот потом можно у этой группы поменять цвет можно изменить прозрачность можно изменить цвет это двойной ночью чек на фон группы изменять ее форму можно вот так сделать кружочками такими можно таким этим скругленными прямоугольниками ну или просто прямоугольником потом вот сейчас я захочу эту группу контролл с контролл в значит перетаскиваю и хочу теперь чтобы диван тоже поделился также по этому же алгоритму а для этого мне вот как надо переподключать надо его значит сюда подключать и и потом смотреть куда же еще там было подключено вот сюда да так то вот сейчас работает диван поделился вот но здесь ну то что промежутки это еще это потом исправим сейчас вот начала покажу группу как надо делать вот то что в группе входные данные которые извне заходят в группу то что они идут куда-то на середину группы это неудобно это вызывает путаницу надо оформлять как компоновать группу так же как нот раскомпонован у нота слева входы посередине тела и справа выхода надо у группы делать так же это получается вонок это проспетит половина пары да наверное так а у вас ничего сколько ну вот группа чтобы вот у группы выход все нормально справа надо чтобы вход был только слева то есть подключить группу только в одном месте и только слева чтобы не надо было тянуться куда-то в середину группы потому что так неудобно для этого используются вот эти же ноды которые используются для восприятия геометрии из района эти же ноды их можно использовать в качестве переходников вот сейчас смотрим здесь какой тип данных здесь нарисована символ тип данных геометрия здесь нарисован тип данных брэп составная поверхность вот тип геометрия он универсальный тип брэп он более узкий ну возьмем геометрию ну так то без разницы вот и подключим через нее то есть это сюда сначала потом вот так и этот нод сейчас добавим группе чтобы добавить группе нужно выбрать нод потом правой кнопкой на группу и эту группу ну а чтобы удалить из группы нужно выбрать нод правой кнопкой на группу remove from группу понятно вот и теперь что изменилось теперь у нас в группе в начале так как бы все входные данные в группу они находятся теперь слева так хочу ручилось просто глюк какой-то ну ладно все исправилось вот почему так удобнее потому что сейчас вот если я возьму и эту группу скопирую и вставлю какой-то вообще другой проект вот вот так вот вставлю вот она ставилась и смотрю на входе так здесь геометрия на входе на выходе здесь значит поверхность вот экструдность полочки и сразу понятно что куда подключать на сюда подключать геометрию она делится на полочки на выходе получать полочка здесь написано что она делает эта группа и все понятно поэтому вот этот переходник я вот так сделал ну про оформление понятно с переходником для чего вот эти группы можно было использовать потом дальше вот я сейчас ладно я вот сделал диван он конечно так нереально выглядит надо чтобы были частые эти полочки полочки они какими-то болтами пускай между собой соединены и можно даже сделать толщину слои тоже 50 тогда эти слои они как бы друг на друге прямо лежат вот такой получается ну конечно неудобно наверное сидеть но можно сказать что это мягкие слои они не жесткие так что удобно сидеть в общем так вот сделали и сейчас столик тоже таким же макаром сделаю я эту группу копирую вставляю и теперь уже просто в одном месте подключаю эту геометрию к столику и уже сразу нормально столик построился то есть вот такое такая компоновка группы с переходником в она удобнее чем вот такая где можно подключать сюда а потом куда-то в середину группы вот теперь ну можно например сделать все таки с щелями наверное пускай толщина слоя будет 20 вот и это они слои между собой закреплены допустим ну вот так на словах решаем что они между собой закреплены ноги там болты поэтому между ними еще не остается в общем то вот здесь так и сделано есть но видеть там щели между слоями так но для того чтобы для того чтобы все это приготовить нужно вот очень разные места получается очень в разные места влазить например вот зала шарик это у нас цилиндры это у нас столик это иван это полки лучше вот все что нам надо бы к сделать в конце конец переместить вот чтобы она справа была до этого берем опять переходник геометрия сюда и сюда и вот и теперь у нас вот в правом конце все это логично что бейкаем шарики бейкаем цилиндры то все это бейкаем так далее и получается у нас весь дефинишн в целом устроен так же как устроен один нот и это удобно потому что все входные данные они в самом начале вот здесь значит кривые для шкафа это у нас чё было вообще это у нас сечение для дивана это образующие не образующие направляющие для дивана это образующие для столика это образующие для поверхности на потолке и вот еще эта точка высота потолка все входные данные у нас слева начале все исходные выходные искать все выходы справа но теперь еще осталось только подписаться чтобы не пылится например это что но это можно не подписывать и так понятно что это радиус шары радиус сферы это радиус можно конечно писать допустим толщина провода это радиус светильника потом чё у нас еще есть это у нас чё это количество течение дивана она на чем влияет на чем влияет но я вы помните показывал что если у нас но чем больше этих чем больше это число тем более точно повторять диван форму графика потом вот здесь значит расстояние между слоями так так это группу заменю она потому что было неправильно оформлено и его заменю на правильно оформлено сначала это у нас отсюда расстояние между слоями и толщина слоя можно еще выходы и входы подписать наверное важнее даже входа подписать наши выходы и так будет понятно как можно подписать вот такой нот кстати вот такая особенность я вот сюда вот так показываю с иконками вот эта кнопка она переключает вид на такой при таком виде можно называть сам нот допустим здесь это на что это образующие образующие для светильников вот он так пишет но если переключить вот так то не будет подписываться поэтому вот да если правой кнопкой если вообще вот так навожу видите он по сказке пишет образующие для светильников вообще с иконками смотреть удобней потому что картинки они мгновенно воспринимаются текст он прочитать сначала потом на миллисекунды различаются и уже в итоге получается что медленно все это медленнее мозг понимает алгоритм когда там все текстом а картинки мы с рождением можем понимать поэтому картинки может воспринимать мгновенно поэтому картинки удобнее а А подписывать лучше вот так. Я вот так делаю. Выбираю один нот, его в одну маленькую группу и потом эту группу подписываю. Даже вот так, кривые для потолка. Вот. И сейчас сразу видно и хорошо выделяется все это входное данное. Вот так, в общем, лучше. Это точка, высота, потолка. Так. Это у нас что? Это образующие для столика. Ну, пишу кривые. Проще. Че еще легко можно показать? А то я сейчас фигней занимаюсь. Макс не откроется, да? Так. Это кривая. Она что нас задавала? А, это направляющая дивана. потом, это че? Это образующие... Ну, сечение, понятен будет. Сечение дивана. и это самое последнее. кривые шкафы. И лан. Ну, Ну, вот, входные данные подписали, и уже вот вы можете, когда все это забудете, или, там, когда будете делать интерьер, или, там, через месяц, или что? Что? Перед сдачей, но еще. Вы уже вот такой оформленный дефинишн, вы уже сможете понять, что сюда надо, значит, сечение дивана, значит, надо нарисовать сечение, выездить в начале координат, и сюда его воспринять. Ну, вот, и уже вспомните. Поэтому, даже когда сами будете делать какие-то дефинишн, вот, кажется, что вроде все понятно, и так, без подписи, без такого аккуратного раскладывания. Ну, вот, когда пройдет некоторое время, потом возвращаешься к этому, и получается так, что проще заново все сделать, чем разобраться в старом. Вот, а если все подписано, то можно разобраться в старом, то, что до этого делал. И, как вот, уже на этом примере я показал, вот у нас уже в двух случаях было очень удобно использовать уже работающий алгоритм вот здесь. Мы взяли готовые, сюда скопировали. Потом вот эти группы, просто брали, копировали. Точно так же можно вообще в другие проекты их копировать. И поэтому от того, как понятно оформлен дефинишн, от этого зависит, сможете ли вы использовать его потом. То есть, сможете ли вы вот эти свои мысли потом использовать в других проектах. Получается, куски кода это как куски мыслей, которые работают независимо от человека. Когда вы там проект делаете, вы же тоже из старых проектов какие-то решения используйте в новом, но если вы там, например, библиотечные какие-нибудь материалы какие-нибудь, или там сами настроили материалы для рендера, вы когда будете следующий проект рендерить, вы обязательно эти же материалы опять будете использовать, хотя бы некоторые. Может, просто, чтобы заново это не делать. но если в случае с обычными проектами это можно использовать, например, у вас есть там табуретка библиотечная, вы делаете другой интерьер, в котором тоже надо табуретку, и вы ставите туда эту же табуретку. Да, но если вам нужно уже спроектировать не интерьер, а, например, какой-нибудь там небоскреб, то вы эту табуретку уже не сможете использовать. А вот в этом случае не так. Вот этот участок кода, мы применяли, когда делали башню, а здесь мы его же применили, когда делали диван. Получается, из того, что это уже не просто объекты, а куски логики, из-за этого их можно использовать совсем в разных проектах, делая, например, мебель, потом эти же куски можно использовать, делая уже какие-то здания, или потом можно использовать, делая вообще ювелирные украшения. В общем, в любом дизайне как бы куски мыслей можно совмещать, они будут работать. Можно вообще вот эти взять вот так вот и в кластер объединить. Вот коробочка. Вот, теперь это один нот. Но с кластером имеет смысл с кластерами работать, только когда у вас настолько сложный дефинишн, который не помещается на максимальном отдалении. Тогда имеет смысл. а до этого удобнее группы. Потому что чего? Просто открываешь одновременно оба проекта, берешь из одного, копируешь в одном и вставляешь в другой. можно вообще сделать, чтобы твои части кода были вот прямо здесь появлялись, как инструменты. Но это уже довольно много мороки уже. Потому что сейчас это особо и не нужно. То есть сейчас не настолько сложный алгоритм, чтобы там использовать эти возможности. Но в принципе можно объединять, вот это сейчас объединить в один нот, потом из этих вот это превратить в кластер, потом из этих кластеров еще кластеры, еще кластеры, и так друг в друга вкладываем. Получается, можно так бесконечно сложную систему создавать. Но в группе копаться проще, чем в кластере. Вот если сейчас я это объединю в кластер коробочку, это я вот что, либо средняя кнопка на пустое место, либо правая кнопка на пустое место, либо вот edit коробочка, ну короче, коробочку. Вот. Он сейчас объединился, и если я хочу что-то изменить внутри него, мне нужно вот двойной щелчок и он открывается в отдельном файле, в отдельном окне. Ну и это неудобно, потому что если оно в виде группы, то можно не открывая, а просто приблизив что-то внутри изменить, копаться внутри. Кластеры удобны только когда уже совсем сложно все. Когда уже настолько большое, что там уже вот так разобраться невозможно, что проще уже внутрь заходить. Но можно еще выходы подписать, вот эти, а то они еще все это светильник, провода провода, что ли? Провода. Так, ну вот здесь на выходе получается столик, здесь на выходе получается диван, а здесь на выходе получается полка. А вот эти два это то, что относится к светильникам. Но можно вот эту группу удалить и эту добавить в эту группу. ну пускай она будет такого же света. Так, можно вот так. Ну ладно, примерно. Пускай вот тоже здесь зеленый будет. Ну вот у нас синие это входы и зеленые это выходы. Ну так-то вроде все. Ну здесь вот даже подписывать нет смысла, да, потому что нажимаем сразу понятно, что это столик, это диван. А, ну сейчас надо всем это скинуть. Но мы ВКонтакте все равно это выложим. Мы еще и в видео сейчас что? Да, сейчас еще и все это на видео записывали вот с микрофоном, так что даже весь этот урок выложим на видео в видеозаписи. их можно вообще рассидеть. Вот эти куски, они по сути это вообще отдельные проекты. То есть то, что они в одном дефинишне это просто для удобства. Они таким же успехом могли в отдельных файлах быть. А, ну сейчас тогда покажу еще один еще такие приемы оформительские такие. Так, вот подписать группу это одно, но издалека мы не видим подпись группы, а сблизи видим. Еще можно текст просто написать. Вообще можно даже нарисовать что-то вот так. Ну это обычно выглядит не прикольно. Текст можно написать. Текст ставим, потом можно у него размер сделать большой и пишем здесь делается столик. Так, вот это делается столик, потом копируем, ставим текст. И текст прикольно можно вот так перетаскивать. Иногда правда неудобно, иногда прикольно. Так, здесь у нас дебуется диван. здесь делается полки. Здесь делается полки. Здесь делается что что сейчас сказать. Ну это все на самом деле очень элементарные алгоритмы и вот то, что я показывал вот это, все намного сложнее, поэтому и прикольнее получается. Так что вы имеете в виду, что то, что вы сейчас используете в интерьерах, это очень такие простые вещи. Ну простые в смысле, что здесь конечно можно тоже что-нибудь прикольное слепить, но здесь много ручного все равно. То есть много поиска формы ручного. Там что-то вот здесь изменять, что-то там искать, так пробовать смотреть красиво-некрасиво. Вот, а то, что у них там в Киеве там уже неделю продолжался этот варшоп или там даже больше, так что они могли уже изучить и применять намного более сложные. Хотя это конечно несложное. Но вот это уже ну короче сразу видно и по форме тоже там более проработанное и финишное. Так что то, что вот сейчас мы сделали, это вы считаете, что самые азы как верхушка айсберга можете считать. айсберга айсберга